Дальше у нас в процессе будет промывка. Первый слой, когда выложим, мы положим вторую дозу, чтобы она прессовала лучшие равномерки. В учебную лабораторию привезли полторы тонны яблок урожая этого года. В будущем они превратятся в сидр и бренди. Яблоки местные, из Новокуржевска и прилежащих районов. Главное, что в них ценится, это их сладость, небольшая кислинка и малый размер, чтобы их было удобно перерабатывать. На родине яблочного бренди или кальвадоса во Франции для его производства выращивают специальные сорта. В Самаре приходится подстраивать технологию под родные Антонов, Кукутузовец, Спартак и Шарапай. Специалисты факультета пищевых производств обогатили традиционную технологию собственными разработками и получили на это патент. Здесь строго следят за качеством, анализы проводят каждый день. Самарский кальвадос оценили даже профессионалы. В прошлом году приезжал один из известнейших производителей кальвадоса, Кристиан Драин. Он проводил свою презентацию. Дали ему продегустировать наш кальвадос. Ну вот я вам дословно могу сказать его слова. Он сказал, это лучшее из того, что я пробовал в России. Славятся факультеты своими винами. Говорят, местный сорт своим мускатным вкусом напоминает шардане. В учебной лаборатории есть свой импровизированный винный погребок. Здесь температура ровно минус 2 градуса. Чтобы сохранить продукцию, вина экологически чистая. Не добавляют ни консервантов, ни красителей. Недавно партнером университета стал Ялтинский винзавод. Теперь студенты будут перенимать опыт у мастеров своего дела. Масонер – это известный старинный винзавод в Крыму. Мы будем посылать туда студентов на практику производственную. Ну и сотрудники будут повышать свою квалификацию, погружаться в тайны виноделия еще больше. Производство на продажу здесь пока не планирует. Лаборатория создана, чтобы учить студентов не только по книжкам, адаптировать зарубежные технологии для местного сырья. Дело это нелегкое и небыстрое. Так, хороший кальвадос – урожай этого года. Можно будет распробовать не раньше 2018-го. Таков срок выдержки. Валерия Макарова, Константин Головин. События.